День с толком Черные осенизаторы захватили городские земли. Кто и как сливает нечистоты прямо в черте Барнаула? Говоришь о проблемах? Готовься к ответу. Старшего фельдшера ЦРБ Локтевского района Анастасию Карпову ждет прокурорская проверка. После того, как она дала комментарий порталу Толк без согласования с руководством. Проверят и всю больницу. Несколько дней назад фельдшеры местной скорой пожаловали СМИ на зарплату, условия работы и большие нагрузки. Моя коллега Юлия Щепина сегодня работает в Локтевском районе. По иронии судьбы, именно сегодня там проходила проверка краевого Минздрава. Ранее сотрудники писали, что не видят зарплату в 31 тысячу, которую им приписывает региональное ведомство. Старший фельдшер обращался к руководству ЦРБ больницы в необходимости скорейшего проведения ремонта, чтобы машину, которая новая была, Соболь, вывели на линию. В это время, получается, вместо этого Соболя, который находился на ремонте, давали старые машины УАЗ, машины Газель, которые, можно сказать, плохо оборудованы, которые сами также ломались. Еще то, что жалоба наша в том, что мы недовольны отчетом тем, которые сделало Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения, кстати, сейчас в конференц-зале обсуждают вопросы. Ну вот, хотелось бы, конечно, с ними пообщаться по поводу этого, потому что, ну, реально то, что зарплаты, которые они там указали, 31 тысяча и более, мы такие зарплаты не получаем. Сколько вы лично получаете? 20 тысяч. На одну ставку 160 часов примерно начислено. 160 часов – это сутки трое? Сутки трое, да. А если вот работаем, когда начинается отпуска через двое суток, то есть мы дополнительно пишем соглашение, то есть получается, ну, дополнительно получается бумажка на совместительство. То есть работа получается, нам доплачивают порядка около, ну, 4-5 тысяч. То есть за дополнительные 80 часов. То есть если мы 160 часов работаем, получили 20 тысяч, а за 240 часов мы получим где-то 24-25 тысяч. О состоянии машин скорой сотрудники уже говорили журналистам. Ранее фото этих авто опубликовал портал Толк. Сейчас одна из фельдшеров, кто открыто заявляет о проблемах, Анастасия Карпова, готовится к прокурорской проверке и испытывает повышенное внимание со стороны руководства больницы. Дисциплинарное взыскание. Хотят с меня якобы, что я обратилась в СМИ и предоставила фотографии, где вообще доказательства, что это я это делала. И что в прокуратуру якобы я обратилась тоже пояснение дать объяснительное. Ну, сейчас пришло уведомление, что мне нужно объяснительное написать по поводу, почему наряды, карты не полностью закрыты, хотя это все регулярно делается фельдшером скорой помощи. Наших водителей скорой помощи вызвали сейчас в прокуратуру дать объяснение. Они опросят их по поломках машины, которые были прошлые. Тема настолько больная, что в редакцию сегодня позвонили жители Локтевского района. Инициативная жительница Татьяна Цуканова неоднократно обращалась по ее словам в Минздрав и в корне не согласна с информацией в ответах. Сама она недовольна качеством оказания помощи в поликлиниках. У нас ответов в крае, наверное, 5 или 6 ответов в ответы со здравоохранения. У нас поликлиника абсолютно не функционирует. У нас ведется статус такой, что у нас и больных в поликлинике нет. Все подробности сообщим в следующем эфире. Завтра Юлия по возвращению из Локтя расскажет о том, что думают обо всем происходящем сотрудники скорой. Свой комментарий дали и те, кто приехал с проверкой из регионального Минздрава. И к другим темам. Черные осенизаторы захватили городские земли. Ежедневно они сливают нечистоты, которые потом могут попасть в воду и вызвать эпидемии. Наш телеканал обнаружил целое фекальное озеро в индустриальном районе. В этом месте съемочная группа «Толка» устроила своеобразную облаву, чтобы посмотреть осенизаторам в глаза. Передаю слово Ирине Корчагиной. Вы что творите-то? Вы на землю льетесь, на землю льетесь, вы понимаете? Ты представляешь, какой это штраф? Да не раз, можно скачать. Да как раз, вы ездите здесь постоянно. Доказательства, от которых еще и сходит пар. Так в индустриальном районе ловят черных осенизаторов. У жителей ближайших поселков уже появился новый водоем. Озеро Фекальное. И оно, как заколдованное, притягивает к себе осенизаторов. Чтобы дождаться очередную машину, нам не пришлось долго ждать. При виде камеры осенизатор быстро разворачивается, хотя и шланга еще текут нечистоты. Давайте тогда продолжим. Что продолжим? Ну, снимайте. Ну, зачем сейчас вы едете? Продолжим. Ну, так вы уже начали при нас это делать. Ну, если все законно. Факт-то слива не сняли. Мы сняли. Я развернулся. Сняли, там... Я развернулся. Там текло. Ничего не текло. Подождите, но если вы говорите, что законно, почему вы тогда говорите, что мы вот могли не снять это? Дмитрий явно юлит. То он не сливает, то сливает, но чисто свои отходы. Хотя днем ранее он уже был замечен здесь. В наглую стоит, сливает. Ничего не стесняйся. Что? Что случилось? Что сливает? Кто сливает? Вы сливает. Ну, где сливаешь? Покажи мне. Совпадение или нет, но у нашего частника и спереди, и сзади не видно номеров. Надо сказать, что это действительно фильтрационные поля. Федеральные земли принадлежат Минсельхозу, но уже давно переданы в пользование Аграрному университету и только ему. Как нам пояснили в УЗИ, поля не рассчитаны на такой объем нечистот, поэтому десятки машин, которые ежедневно приезжают сюда, идут на экологическое преступление. Вот сейчас весне, вы увидите, да, сейчас запах-то невыносимый стоит, а весной и летом это будет просто невыносимо. И люди начинают жалобы к нам писать, в Роспотребнадзор, в администрацию. Летом, если приедете, да, комары, мошка. Значит, ну вы сами понимаете, переносчиками чего являются вот эти насекомые. Сегодня в городе есть три официальные точки для слива нечистот. Одна из них принадлежит водоканалу, две других – компанией «Экопорт». В компании нам пояснили, что объективно нужно еще несколько точек. Но даже при таких мощностях все разговоры о синизаторах о нерентабельности – ложь. Из 40 машин только в этом районе к нам ездит около 10 машин. Остальные там 5 машин приезжают раз в месяц для галочки. То место, где вы снимали, еще пару мест здесь, еще вот, о чем я сказал, перекресток Павловский тракт, Изминогойский тракт за лесополосой. Они предпочитают ездить туда. А для потребителей цена такая же, как те люди, которые добропорядочные, осенизаторские перевозчики, которые привозят к нам. В среднем осенизатор отдает 150 рублей за небольшую цистерну. Одну треть, грубо говоря. Ну, все равно, убыточно, ну а куда деваться? Приходится. Потому что черная осенизация – это не только неприятный запах, это и опасные болезнетворные начала. Вирусы не чистятся никакими системами. И вот попало в окружающую среду, все равно окажется где? В воде. А мы можем эту воду вдруг использовать. Поэтому черные осенизаторы на сегодняшний день – неразрешенная проблема. Разрешимая, но неразрешенная в городе Барнауле. И, к сожалению, пока, опять же, администрация города недостаточно внимания уделяет этому вопросу. А пока беспорядочные фекальные озера продолжают множиться. Осенизаторы продолжают слетаться на них, как мухи. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульцы массово жалуются на перекресток рядом с Александро-Невским собором. По словам жителей микрорайона Невский, участок дороги потенциально опасный. За последние несколько дней там произошло как минимум три аварии. Валентина Аскерова побывала на перекрестке и попробовала выяснить, можно ли улучшить дорожную обстановку. На поворот машины идут. Сюда на поворот машины идет авария. Вот буквально позавчера была. Перекресток Антона Петрова-Островского. В интернете его уже окрестили проклятым. Авария, несмотря на светофоры, пешеходные переходы случаются в этом месте с незавидной регулярностью. Минувшие выходные злополучный перекресток не поделили две легковушки. В списке пострадавших машины и ограждения. По счастливой случайности пешеходов в момент аварии рядом не оказалось. Дорожные службы должны обратить внимание на повороты. Потому что машины при повороте, при пересечении дороги, по прямой разрешающий сигнал на поворот машина стоит. Вот буквально сейчас соберутся они. И столкновения из-за этого происходят чаще всего. Именно в часы пика. О том, что на этом перекрестке регулярно происходят аварии, свидетельствуют и внешние признаки. Вот, например, помятое ограждение. Видимо, его не случайно не торопятся восстанавливать. Когда мы провожаем, ну-ка, вот здесь вот, когда-то начинает поворачивать, и можно похвастать. Часто здесь ходите? И есть ли опасения за свою жизнь, по сути? Конечно. Особенно за детей. Потому что нас рядом школы нету. Водим сюда вот далеко. Представители ГИБДД нам пояснили, что перекресток не входит в число аварийных. Отвечает всем требованиям безопасности. На данном перекрестке я бы посоветовал участникам дорожного движения быть внимательным, осторожным, соблюдать правила дорожного движения, а самое главное быть взаимовежливым. Основные причины дорожно-транспортных происшествий на этом перекрестке не соблюдение очередности проезда перекрестка и несоответствие скорости дорожным конкретным условиям. В итоге происходит столкновение. На данном участке люди получают травмы редко. В основном все ДТП с материальным ущербом, рассказывают сотрудники ГИБДД. Но местные жители уверены, что это вопрос времени. Пешеходам остается верить, чтобы водители услышали совет инспекторов и безопасную скорость движения всегда соблюдали. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжим. Сессия, экзамены, зачетка. Не самые любимые слова у любого студента. Но те, кто уже пережил годы учебы в СУЗах и ВУЗах, с ностальгией вспоминают об этом времени. Сегодня, 25 января, в России отмечается День студенчества. И пока нынешние студенты продолжают грызть гранит науки, мы пообщались с теми, кто давно покинул Альма-Матер. Анна Рашагирова с подробностями. Студенчество филолога, будущего языковеда, неразрывно связано с библиотекой. Здесь, рассказывает Сергей Монсков, с однокурсниками изучали классику и сидели над конспектами. Но не всегда студенческие годы ограничивались только учебой. У нас в подвале, не знаю как сейчас, стоял теннисный стол, где происходили занятия настольным теннисом, спортивная секция. Ну а мы имели доступ, ты спускаешься в подвал и стоит теннисный стол. И вот однажды с Сережей Мягковым мы заигрались так, что решили, ну что мы на социологию не пойдем, мы не пошли на социологию. А в этот день выставляли автоматы, на которые мы железно проходили. И в итоге в теннис мы проиграли экзамен по социологии автомат, и пришлось его сдавать с билетами. И на этом веселье не заканчивалось, делится выпускник педагогического. Были веселые рифмы касательно преподавателей, были шпаргалки. В общем-то все, как и у других студентов. А вот учеба в высшей школе у отца Александра Микушина несколько отличалась. Хотя бы потому, что наряду с привычными университетскими дисциплинами изучал литургику, церковное пение и богословие. Но студент, он же всегда студент. Грешил, каюсь. Грешил, каюсь. Даже прокурил несколько уроков по иконописи. Ну я так уж в кавычку говорю прокурил. Не посещал. И вот не знал даже о том, что икону можно делать не только из дерева, из бумаги, но и из любых хороших материалов. И прогулы не прошли бесследно. Православный батюшка однажды рассуждал на известном портале о том, что каменные изображения святых имеют мало общего с настоящей религиозной атрибутикой. Но после ошибку пришлось признать. Прогулял, сказал отец Александр. Для Галины Зориной, актрисы Краевого театра драмы, все началось с театрального училища в Иркутске. Там были первые сомнения в себе, как в артистке, и первые профессиональные успехи. Сегодня, после 35 лет работы на алтайской сцене, она с улыбкой вспоминает свой первый экзамен в театральном. Сыграть пьесу и группе тогда нужно было на французском языке, которого на должном уровне никто не знал. Мы придумали маски. Маски такие большие, нашли простыни, и все это было очень эффектно. Ходили с масками, а внутри маски был написан французский текст. Но никто этого даже не заметил. В общем, нам всем поставили пятерки, мы были просто счастливы. Сегодня героям нашего сюжета уже не до зачеток. А вот нынешние студенты отметили свой праздник по всем традициям. И одна из них – Малевин, в ходе которого молодые люди могли окропить свои зачетные книжки. Так наверняка экзамены будут сданы на отлично. Анара Шагирова, Алексей Фризин. День с толком. Мужская сборная Алтайского края по настольному теннису отправится на чемпионат России. Это стало возможным благодаря победе в сибирском финале против неуступчивой команды из Хакасии. О главной встрече турнира расскажем в нашем сюжете. Стук маленьких мячей в спортивном комплексе побед означает одно – настольный теннис вернулся на Алтай. На чемпионате Сибири встретились порядка 180 спортсменов из Алтайского края, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Томской областей, а также Республика Алтай и Тыва. Первые медали были разыграны уже в первый день турнира. Прошли командные финальные встречи и у мужчин, и у женщин. За золото боролись наши алтайские спортсмены. Противостояла нам и Республика Хакасии. Девочки, команда Хакасии, конечно, сильная, но уступили 0-3. А вот мужчины были более удачливы. Первым за алтайскую команду сыграл первый номер нашей сборной Артем Панченко. Он же второй в мужском рейтинге теннисистов Сибири. Да и соперник у него был сильный лидер мужского сибирского рейтинга Андрей Семенов. Оба показали качественный теннис. Это для командного матча было очень важно. И плюс я лично сам хотел выиграть. Все сложилось удачно. К радости многочисленных болельщиков сильнее в матче оказался Панченко, победа которого оказалась ключевой для общего успеха. Я как бы уже, можно сказать, с облегчением, чтобы понял, что мы победим. Потому что остальные наши посильнее. В первой встрече уже было решено на процентов 90. Вторая и третья встречи осталась также за нашими парнями. Как итог 3-0. Алтайская сборная берет золотые медали и отправится на чемпионат России. Теперь на турнире теннисисты будут разыгрывать медали в одиночных, парных и смешанных разрядах. Финалы состоятся в пятницу 27 января. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. И в продолжении новостей спорта. Сегодня хоккеисты «Динамо Алтай» начинают серию игр против «Саратовского кристалла». Отметим, в последних восьми матчах первенство «Динамо Алтай» праздновал победу только трижды. А январьская выездная серия в Самаре закончилась чувствительным 0-5. Ждем реванша. Первый матч в серии идет прямо сейчас. Завтра начало поединка в 19.00. После День отдыха выходные соперники встречаются на Титов-арене в 17.00. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрите нас на телеканале и в Ютубе. Поздравляем всех студентов и Татьян с их праздником. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем продуктивной недели и до встречи в эфире. Продолжение следует...